привет всем новая интересная штука у нас на обзоре сегодня честно говоря очень жаль что в детстве у меня не было такой электронной игрушки вот такой волшебный ящичек приехал в картонной коробке из китая называется или кров all in one starter kit for arduino на самом деле на рынке огромное количество различных стартовых наборов для начинающих ардуин щиков однако вот эта штука она отличается от обычных наборов где в комплект входит сама плата arduino какие-то датчики дополнительные модули здесь написано что у нас есть 20 с лишним уроков 15 дополнительных модулей открываем наш волшебный ящичек и видим сам этот мега arduino гаджет пакетики какие-то дополнительные модули да здесь вот пульт дистанционного управления это датчик влажности или может быть датчик уровня воды кабель чтобы подключить этот датчик к плате и вот такая стандартная штука которую можно прикрутить к сервомотору давайте поближе посмотрим на само это устройство по сути это такая огромная плата arduino на которую уже установлены все необходимые для прохождения уроков датчики и компоненты все уже припаяно к нужным портам arduino просто пишем скетчи загружаем в плату и радуемся есть жека дисплей 16 на 2 он подключен к arduino по протоколу i2c есть сервомотор по центру здесь компоненты самой платы arduino это у нас пьезокерамический динамик вот он все компоненты которые относятся к датчику они находятся вот здесь рядом с датчиком резисторы конденсаторы транзисторы вот здесь есть и вот эта часть схемы она вся собрана вот здесь рядом с самим каким-то вот элементом это транзистор который управляет реле наверное скорее всего на базу подается сигнал от контроллера и этот транзистор управляет вот этим реле сюда мы можем подключать нагрузку можем завести сюда вентилятор и зависимости от температуры у нас будет включаться вентилятор тогда температура выросла в комнате arduino может нам включить вентилятор это ультразвуковой датчик дальномер наш собственно здесь вот тоже какие-то компоненты вот такая штука есть видимо это датчик движения насколько я понимаю соответственно рядом с этим датчиком находятся все детали вот чип здесь резисторы конденсаторы подстроечник маленькие вот здесь находится все что относится именно к этому датчику даже вот около потенциометра здесь конденсатор вот рядом со светодиодом тоже у нас есть транзистор который управляет этим светодиодом то есть он не подключен напрямую к выходу контроллером подключен через буферный транзистор соответственно здесь тоже вот два резистора есть маленьких вот эта микросхема я предполагаю что это операционный усилитель скорее всего я не видно здесь потом посмотрим через лупу подстроечный резистор которым регулируется чувствительность микрофона вот такая микросхема вот с такой маркировкой это операционный усилитель lm 358 давайте посмотрим что здесь by ss 0001 это контроллер для датчика движения от мега 328 пи это чип дисси дисси преобразователь для питания контроллера сх 340 у нас на юсб порту стоит это трехосевой акселерометр да вот у нас здесь на самом деле вот эту лупу можно подключить компьютеру и даже делать снимки нажимая вот на эту кнопку вот я сейчас нажму на кнопку и я сделал снимок это у нас mcp 23008 8-битный расширитель портов ввода вывода датчик освещенности здесь написано куда подключен этот датчик каким контактом микроконтроллера а4 опять это инфракрасный сенсор для пульта дистанционного управления большая зеленая кнопка хорошо что не красная это датчик температуры и влажности для погодной станции можем снять эту всю плату открутив четыре винта по углам сбоку порт usb тайп си подключены толстыми проводами к основной плате большая печатная плата такая большая супер ардуин к супер мега ардуино вот такого размера качество изготовления печатной платы не вызывает никаких нареканий все вот просто сделано просто супер в коробке у нас usb тайп си и приклеено крепление для платы из коробки в плату была прошита демонстрационная программа давайте посмотрим что она может потенциометр у нас играет как бы роль энкодера и мы можем переключать различные режимы этого демо скетча который сюда зашит изначально к сожалению нет этого исходника этого скетча и чтобы его сохранить вам либо придется подключить вот сюда внешний программатор и скинуть дамп дамп памяти микроконтроллеры ну либо просто затереть его по насколько хватило памяти контроллера столько этих уроков сюда и забита они здесь не все конечно потенциометр подключен к ацп контроллера и в зависимости от положения движка вот напряжение на выходе потенциометра у нас включает соответствующая под программы на самом деле все материалы по этой штуке лежат на гитхабе где можно скачать все скетчи все уроки уже готовы можно загружать в эту ардуину и просто смотреть как это работает что-то модифицировать перезапустить можно вот нажав на кнопочку сброса здесь некоторые порты выведены вот виде вот таких контакторов эти нажмем перезапустим теперь надо нажать кнопку старт просто посмотрим что здесь забита в демонстрационном скетче прежде чем его затереть вот у нас сейчас режим лет светодиод ну давайте попробуем нажать на кнопку что там будет до мигает светодиод до потенциометра не задействован в этом режиме еще раз нажимаем на кнопку выходим аккуратно передвигаем движок вот попадаем в меню light эти посмотрим что это за light свет light тест здесь у нас есть датчик освещенности видимая либо фоторезистор либо фотодиод надо посмотреть по схеме и можно вот его закрываю пальцем и открываю вам показывает освещенность в люксах и типа при низкой освещенности видите когда света мало загорается вот этот светодиод ну как на улице когда в сумерках включаются фонари посмотрим что дальше еще есть тут ths датчик температуры и влажности и смотрим что у меня творится здесь в комнате температура 25 градусов идеальнейшая температура для меня и влажность 47 процентов идеальная погода сейчас здесь фиргане следующий пункт это звук ну давайте посмотрим что за звук sound show ok 1 2 3 а он просто реагирует на звук 1 2 3 1 2 3 и вот здесь загорается маленький светодиод видите на плате видим он что-то передает по последовательному порту в компьютер но у меня сейчас просто к адаптеру подключена 5 вольтовому поэтому я не смогу сейчас посмотреть что он передает а микрофон вот она эти ухо нарисовано это ухо нашего нашей ардуинки вот она ухо нашей ардуинки микрофончик ультрасоник вот это ультрасоник ультразвуковой сенсор вот для чего эта штука это как бы дальномер датчики принимают отраженный сигнал и вычисляют расстояние сейчас на меня направлен этот датчик я не знаю что он покажет хотя я пробовал до этого он четко измерял расстояние у меня до потолка включаем вот 18 сантиметров до камеры ведь вот если наклонить вот так туда куда-то да да он показывает 81 проскакивает у него 99 это до шкафа там метр если меньше 5 сантиметров то начинается звуковой сигнал вот электронная рулетка хорошо давайте идем дальше что там есть еще серво режим серво включаем пум это вот моя кошка очень любит этот режим она так смотрит что это нам крутится да вот здесь экран у нас дисплей показывает угол на который поворачивается вал серво мотора ну вот эта штучка неправильно одета ее надо открутить вот этот вот эту стрелочку открутить надо и вот так вот сюда закрепить чтобы вот 180 было показывала на 180 на самом деле вот ее неправильно поставили вот так надо ее поставить тогда было бы четко вот сейчас 180 она бы сюда смотрела да вот так было бы у нас 0 то есть вот здесь она должна была была бы быть то нужно просто взять отверточку открутите прикрутить правильно и бузер до бузер это вот здесь типа звукоизлучатель не сказать что это динамик но это вот излучатель звука пьезокерамический давайте посмотрим что он излучает очень громко я прям прикрою вот так кошка у меня очень сильно реагирует я сразу реагировать начинают что у кошек очень чувствительный слух и вот эти громкие звуки такие пищащие просто наверное она испытывает болевые ощущения и я тоже на таких звуках поэтому я вот так пальцем прикрыл динамик а вот в этом режиме он ничего не передает по последовательному порту видите вот такая демонстрационная программа сюда прошита к сожалению ее нету нигде в отдельно чтобы скачать этот большой скетч ну в принципе он и не нужен можно его затереть вот мне больше всего нравится здесь режим погодной станции честно говоря вот самый полезный режим у меня здесь я просто эту штуку до того момента как я начал записывать это видео на самом деле эта штука у меня уже наверное больше недели просто не доходили руки до обзора вот эту штуку я включал и смотрел погоду у себя в комнате что у нас происходит да вот так он у меня просто стоял включены довольно долго целый день стоял включены я смотрел погоду где где взять материалы страница этого устройства на официальном сайте производителя 3w . или кровь . com можно промотать вниз и здесь вот есть для загрузок два файла это юзер мануал и дата sheet юзер мануал инструкция пользователя она на английском языке здесь все уроки подробно разобраны также есть видите схемы подключения датчиков все все очень подробно написано но только на английском языке вторая полезная ссылка это дата sheet здесь полностью описание самого устройства на этой странице показаны все дополнительные устройства которые подключены через интерфейс i2c к нашей отмеги 328 это вот датчик температуры и влажности датчик освещенности lcd дисплей расширитель портов и перечисленные адреса вот это i2c адреса которые используют эти устройства дальше на следующей странице вот на этой диаграмме у нас система питания каким образом запитаны дополнительные модули какие модули запитаны 5 вольтами напряжением 5 вольт какие модули вот здесь запитаны напряжением 33 вольта здесь у нас диаграмма вообще всего устройства что куда подключена в катмега 328 описание интерфейса устройства в следующей таблице полная распиновка к какому порту контроллера подключен какой внешний датчик вот здесь все в этой таблице есть дальше полная распиновка микроконтроллера с объяснением функций каждого пина вот такая подробная инструкция это называется дата шит самая главная информация у нас находится на github вот здесь на этой странице по этому адресу адрес будет в описании полностью все исходные коды то есть наши скетчи разложенные по папкам в соответствии с уроками дальше у нас есть папка со всеми нужными нам библиотеками здесь все необходимые для работы библиотеки можно отсюда все это скачать закинуть в папку библиотек вашего ардуино идея и все будет у вас работать и в третьей папке у нас есть схема вот этот pdf файл скачиваете себе здесь есть все схемы подключения всех внешних модулей в хорошем разрешении в отличие от инструкции пользователя там почему-то вот эти схемы картинки они в очень низком разрешении вот в этом pdf файле здесь с хорошим разрешением то есть скачиваете себе его на компьютер и пользуйтесь кроме того здесь есть даже проект печатной платы файл схемы и файл самой печатной платы для программы eagle есть такая система разработки печатных плат очень популярная вот такой друзья интересный набор для начинающих электронщиков для студентов для детей очень хорошо как подарок для ребенка например я бы купил моей помощницы электронной кошки рокси тоже очень понравилась эта коробка все ссылки будут в описании друзья пишите ваши комментарии ставьте ваши лайки подписывайтесь на наш youtube канал на наш телеграм-канал мы срок си с вами прощаемся пока пока до новых встреч